По ситуации на фронте более подробно с Иваном Ступаком пообщаемся. Это военный аналитик, сотрудник СБУ с 2004 по 2015 год. Иван, рады приветствовать, здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте, спасибо, что пригласили. Иван, ну что ж, традиционно давайте по направлениям, по фронтам. Вот буквально вчера с Натальей Гуменюк общались, она очень много интересных месседжей рассказала касательно юга Украины, что российские военные там постепенно теряют свой военный потенциал, особенно на временно оккупированной территории Крыма. Как показывает практика, спрятать, либо замаскировать технику, даже современную российскую технику, я имею ввиду это современные РЛС, современные системы там С-400 и так далее, скрыть на временах оккупированной территории Крыма очень трудно. На чем бы вы акцентировали внимание? Что демотивирует в первую очередь и уничтожает военный потенциал российской армии на оккупированных территориях Украины? Ох-ох-ох, какой вопрос, непростой, давайте попробуем ответить. Так, смотрите, ну, во-первых, это помощь наших западных союзников, без нее, ну не то, что к сожалению, без нее точно не удалось бы поражать те цели, которые находятся на временно оккупированном, временно оккупированном Крымом, потому что натовские, американские самолет-разведчики находятся в воздухе и они помогают нам, Украине, видеть те объекты, которые спрятаны от нас, которые закрыты, которые по каким-то техническим причинам мы не можем видеть, потому что у нас нет такой техники, таких станций слежения. В то же время Российская Федерация постоянно держит в воздухе разнообразующие самолеты технической разведки, которые просто как на ладони видят территорию Украины за горизонтом, за много-много сотен километров, сотни километров, скажем так, видят, как поднимается наша авиация, могут это отслеживать, а мы так не можем делать самостоятельно. Вот западные страны нам в этом очень сильно помогают, нам сильно передают. И второй аспект Крым, если мы за Крым говорим, то это территория очень ограниченного маневра, очень ограниченное пространство. Два входа, они же и выхода, это по сухопутному коридору или по Крымскому мосту. Все остальное ты просто маневрируешь, пытаешься оттянуть свой конец, если мы говорим про российских военных, про какие-то большие базы, про склады снабжения, про станции наблюдения, про Черноморский флот, точно так же сюда ложится. И также, Иван, еще очень важный момент, это не только юг, но и, конечно же, восток Украины. Российские оккупанты, вопреки тому, что Путин и военное командование дало задачу Авдеевку захватить полностью до новогодних праздников, это не сбылось, и силы обороны Украины продолжают давать мощный отпор. В чем же преимущество, в свою очередь, у российских военных? И как это преимущество можно уничтожить на Востоке? Благодаря чему? Благодаря какой военной технике? Ну, в первую очередь, это гибкость планирования. Ну, запланировали на октябрь, не вышло в октябре, запланировали в ноябре. Не вышло в ноябре, принесем на декабрь. То есть, вот эта гибкость, она позволяет как-то спокойнее подходить к взятию разных целей на территории Украины. Ну, штурмуют, ну, месяц, ну, два, ну, три. Ну, положили там 10 тысяч человек. Ну, найдем еще 10 тысяч, положим там 5, 5 останется. А Украины столько не будет. То есть, к сожалению, количество людских ресурсов пока на стороне Российской Федерации. Хотя они тоже с трудом набирают людей. Мы видим, как трудно они берутся. Вот эти вот мобилизационные все вещи, повестки. Ну, и вот граждане стран Средней Азии точно так же набираются. То есть, это трудно. В чем еще? Вот нужно отметить, к сожалению, такой момент. У российской страны начали появляться FPV-дроны, причем такие современные, которые с искусственным интеллектом. То есть, не нужно быть уже искусным мастером управления FPV-дроном. Достаточно его запустить, пролетая над позициями, украинскими позициями. Искусственный интеллект сам будет определять цель и сам будет его поражать без помощи оператора. И здесь не будет влиять никакая система радиоэлектронной борьбы. То есть, такие вещи появляются. О чем это говорит? Что технологически пока мы видим перспективу россиян. Не говорим, что он практически есть, но перспектива есть. Плюс не нужны будут теперь высококвалифицированные подготовленные операторы FPV-дронов. Достаточно каких-то первых начальных знаний, умения держать джойстик, как-то поднимать в воздух эту птичку и все. Ну и плюс, конечно, это упор на ночные дроны, ночные атаки, ночные сбросы, дроны-камикадзе. То есть, на это мы должны постоянно обращать внимание, держать в курсе. Я понимаю, что гораздо выгоднее говорить о том, что противник идет. Он, к сожалению, не идет. Он, к сожалению, не учится. И мы точно так же должны успевать учиться у него. И во многих случаях даже превосходить его то, что он внедряет сейчас. На самом деле, тут действительно, я вам, Иван, всегда благодарна, потому что вы очень часто говорите вот этот тезис нивелирования все-таки противника. И, скажем так, ну и как бы это ни звучало, да, и там какие-то ярлыки определенного характера. Я не буду повторять, но мы все помним, да, как на протяжении определенного времени даже появилось там некое слово, которое характеризовало тех, кому мобилизуют. Но, с другой стороны, с вами абсолютно согласны в отношении количества, да, Российской Федерации, тех, кого мобилизуют, оно действительно достаточно большое. Но тут стоит также, как я всегда напоминаю, что еще человек смобилизован, это еще не означает качественно боевая единица на поле боя, да? Абсолютно верно. Тут я вот буду всегда это повторять, ну потому что, возможно, неправильное соотношение, но 10 качественно подготовленных все-таки военных, они даже там сродни там до 1 к 5, я так могу себе предполагать, если 50 абсолютно неподготовленных. Ну и плюс, вы правильно сказали, использование дронов со стороны и Российской Федерации, ну и то, что сейчас украинские силы обороны используют, действительно, оно изменило эту войну. И Пентагон об этом не единожды говорил, что как раз есть те тактики, о которых даже не предполагал Пентагон, что они могут быть внедрены как раз во время войны России против Украины. Вот тогда вот все-таки, Иван, хочу и в продолжение. Мне не нравится говорить, я ненавижу читать, я думаю, что многим, в особенности, когда уже вот вторая годовщина будет полномасштабного вторжения, ну вот, знаете, любят у нас, да, и даже издания, которые уважаешь, читаешь, ну вот три сценария развития войны. Это так всегда как-то странно. Почему три, почему не четыре, почему не пять, их же на самом деле может быть много, но если мы говорим о ближайшем времени, это такая оппозиционная война будет продолжаться, либо же все-таки, ну, есть определенные участки, где, Иван, по вашему мнению, и с военной точки зрения, все-таки ситуация может развиваться, скажем так, абсолютно неожиданно. Да, вы слушайте, вот когда сказали про сценарии, на самом деле есть дерево сценариев, дерево возможностей. Вот ты начинаешь с чего-то большого, оно развивается в разные стороны, а если вот это, а если вот здесь, а если экономически, а если финансово, а если технологически, а если там гонка на лафетах в Кремле, да, начали все умирать от коронавируса. То есть масса сценариев может быть, я согласен, что три сценария, это такие базовые, ну, эти три базы, все остальное, это уже, знаете, полет фантазии, можно долго-долго обсуждать, на самом деле. Где можно ожидать результат? Ну, слушайте, вот у нас есть восток Украины, он, к сожалению, горит. Где-то больше горит, где-то чуть меньше, где-то больше в новостях, где-то чуть меньше, но пожар происходит. Пожар – это фигура речи, это в огне войны. Мое убеждение, что вот Левый Берег и Херсонская область – это тот участок, где можно ожидать хороших новостей, но, опять же, война – это нелинейная вещь, нельзя рассчитать просто математически. Пытались, да, пытались в 23-й год рассчитать математически перед началом украинского контрнаступления. Российская сторона, украинская сторона, сколько людей, сколько снарядов нужно, не получилось, не сработало, к сожалению, не сработало. На стороне Российской Федерации это преимущество в снарядах, как ни крути. Мы с вами много раз об этом говорили. Пик Российской Федерации, пик выстрелов в день – это был 70 тысяч снарядов. Ну, это когда еще было хорошо у россиян. Сейчас, когда у них все-все-все плохо, для них это очень-очень плохо, стало, это было 7 тысяч снарядов, это вообще просто 7 тысяч – это какой-то минимум невероятный был. Сейчас они поднялись до 10 тысяч. 10 тысяч снарядов, 10 тысяч выстрелов, называется, они делают в день. Вот такая цифра. Украина делает 2000 снарядов в день, выстрелов, к сожалению. То есть в этом пока преимущество. Но вот левый берег Херсонской области держится очень сильно благодаря, опять же, возвращаясь, это технология, это дроны. Российская сторона постоянно, военкоры, оглядочи местные, которые пишут, они говорят, что действительно украинские дроны просто портят жизнь российским оккупантам именно на этом направлении. Как они говорили сами, в лучшем случае один украинский беспилотник на одного российского военного, в худшем – три беспилотника. И в воздухе постоянный гул. Вот я смотрю по статистике уничтоженной техники, поврежденной ежедневно, то я вижу огромное количество в последнее время это уничтоженных самых, не техники именно, не танков, не БМП, а именно буханки, не «Жигули», а, господи, «Нивы», какие-то квадроциклы, то есть машины снабжения и Уралы разнообразнейшие, тоже, которые возят боеприпасы, амуницию привозят, продукты питания, именно вот на херсонском направлении, то есть именно с использованием ФП-дронов или просто дронов-сбрасывателей, которые сбрасывают боеприпасы. То есть мы делаем вывод, что сейчас самый большой упор украинская сторона делает именно на левый берег Херсонской области с целью отодвинуть россиян как можно дальше. И что мы таким образом достигаем? Первое, обезопасить нужно город Херсон от хаотических обстрелов российской армии. Просто хаотические, реально хаотические, просто неприцельные. Стадион – стадион, роддом – так роддом, в поле – в поле, так в поле, потом прицелимся, куда-то еще попадем. И расширить наш плацдарм, расширить наше присутствие на левом берегу, чтобы можно было перетаскивать тяжелую технику. В свою очередь, Иван, я сейчас попрошу наших режиссеров. Вы сегодня как раз упомянули сейчас левый берег Херсона, а вчера с Натальей Гуменюк мы обсуждали как раз ситуацию более подробную, локально там. И она сказала, что россияне усилили аэроразведку на южном направлении, и силы обороны Украины уничтожают все больше российских беспилотников в этом регионе. Давайте послушаем, что именно более подробно сказала госпожа Гуменюк. И вот с вами хочется более подробно обсудить именно левобережье Херсонской области, временно оккупированное. Пожалуйста. Сейчас Наталью Гуменюк услышим. Буквально несколько секунд, Иван. Наши режиссеры подготовят буквально очень важный и свежий материал. Нет, не идет, да? Технические вопросы. Попросим режиссеров, да. Я процитирую, Иван, с вашего разрешения. Давайте, мы проще. Да, да, да. Я процитирую. Смотрите, госпожа Гуменюк сказала, что самое лучшее, что нужно сейчас непосредственно Украине, это дальнобойные ракеты. Раз. Очень серьезно усилилась авиаразведка россиян. Это два. Я вот цитирую буквально ее расшифровку. И, в свою очередь, также Орланы очень часто запускают над левобережем Херсонской области. То есть они усиливают разведку, а как показывает практика, если усиливают разведку, готовятся какие-то удары. Сбивают силы обороны Украины эти разведывательные дроны. Но тут возникает вопрос, а что же нужно еще, чтобы не сбивать эти дроны прямо над левобережем Херсонской области, а сбивать их на том месте, откуда их запускают. То есть дальше. Пиши, есть ли у Украины подобного рода военная техника, чтобы находить и обезвреживать, либо уничтожать на месте? Пожалуйста. Смотрите, есть такие возможности. Возможности есть. Это точно так же наша разведка, которая находится в воздухе, наши птички, которые запускаются нашими военными. Украины выявляют места именно локаций пусков, вот таких вот беспилотников, расчеты ланцетов, расчеты орланов. Когда они вот где-то в поле выезжают, достают одну-две птички из условно-буханки этого автомобиля и начинают запускать с рогатки или еще как-то. И по этим местам тоже прилетают. Пысо ориентируются и уничтожают такие вот расчеты. То есть такие вещи есть. И пытаются это делать, пытаются уничтожать, пытаются уничтожать и выявлять места, где операторы этих беспилотников находятся, где расчеты такие находятся, где они проживают, где ремонтируют, где собирают, то есть вот эти все вещи ищут. Но опять же, мы ограничены нашими беспилотниками, это где-то порядка 10 километров. 8-10 километров, это радиус действия беспилотника и в воздухе 40 минут. Хотя с другой стороны, это такой себе охотник, 40 минут охотник летает в воздухе, ищет цель. Это не просто, знаете, снаряд, ты выпустил его, он куда-то полетел, есть там кто-то, нету никого, он взорвался. Здесь можно и летать, искать, и два захода делать, и три захода. И мне очень нравится, когда начинают даже искать, уничтожать российских военных прямо в поле. Вот они убегают, они пытаются отстреливаться, догоняют и уничтожают их прямо в поле. Или залетают в окопы эти беспилотники, в открытые люки тяжелой техники. То есть нам нужно тоже усиливаться радиоэлектронной борьбы. Это сейчас противодействие. Если есть беспилотник, нужно усиливать радиоэлектронную борьбу. В свою очередь стоит отметить, что очень много разговоров идет касательно и Харьковской области, и возможного повторного сценария 24 февраля 2022 года о полномасштабном вторжении. Скажите, пожалуйста, насколько вы, в свою очередь, оцениваете и видите потенциал наступательной у российской армии, повтора сценария 24 февраля 2022 года? Давайте мы сразу не будем от ваших зрителей пугать. У нас уже были, по-моему, это было лето 2022 года или лето 2023, знаете, сколько уже времени прошло, где был такой период, я отметил, все, пошла информация, готовится массированное наступление с территории Беларуси на Киев, повторное наступление 2.0, масса такой информации было на нем и телеграм-каналах, ничем не было подтверждено, вообще, от слова совсем, ничего. Здесь, в принципе, история похожа, но мы очень аккуратно к ней относимся и очень аккуратно оцениваем. Есть местная администрация Харьковская, которая говорит, секундочку, мы, военные, мы не видим, мы не отслеживаем, не фиксируем нахождение значительного количества российских войск в пределах нашего зрения, нашего видения, и чтобы мы могли сказать, что они готовятся к наступлению на Харьков. То, что готовятся на Купенско-Алиманском направлении, да, эта история есть. Как говорят люди, знающие ситуацию, что на этом направлении находится, по-моему, первая танковая армия Российской Федерации, не буду врать, а разнообразные подразделения, которые еще не сильно были повреждены, не сильно были потрепаны в боях в других направлениях. То есть теоретически они могут быть тем потенциалом, но достоверно никто не знает, сколько у них людей, насколько они подготовлены, есть ли у них тяжелая техника в помощь, сколько этой техники. Про боеприпасы говорить не будем, потому что, как правило, у них есть у россиян. То есть здесь задача нашей разведки вовремя отфиксировать, но пока, по крайней мере, господин Бутуанов, его ведомство ничего на эту тему не афишировало и не заявляло. Да, вот вы, Иван, вспомнили, да мне кажется, что мы практически каждые полторы недели говорили о наступлении со стороны Беларуси. Это как раз вот действительно лето 2022-го, и так оно около года это было. А действительно есть определенные показатели, и военные всегда очень четко это раскладывают, это и наращивание группировки и так далее. Я благодарю вас, что вы сейчас разделили все-таки Купинское направление и Харьков, да. Понятно, что это все Харьковская область, да, и Харьковская область, но мне даже кажется, Иван, не знаю, подтвердите вы или нет, да, ну как бы это ни звучало, Харьковская область и Харьков всегда будут под прицелом российских оккупантов и российского врага, потому что, ну, так расположен Харьков, так расположена область. Конечно, конечно. Я даже не знаю уже, какой тут, знаете, какой термин подобрать. Ну, так случилось, ну, такой сосед, и он будет этот сосед. Ну, я не знаю, в каком формате, но он есть этот сосед, он агрессивный. И сколько он будет таким, ну, тут уже сложно что-то прогнозировать, это абсолютная правда. К сожалению, да, Харьков вот так расположен, ну, нельзя его передвинуть, не знаю, там, на 10 километров на юг, ну, не получится. Он в зоне достижения российских систем залпового огня, могут его, если залпового огня нет, артиллерия, вот ракеты, вот ракеты вот могут, вот ракетами добивать могут. Единственный вариант у нас, это А, это, ну, такой самый яркий вариант, понятно, что можно еще что-то придумать, это вести более активную, плотную разведку по этой территории, выявлять места пусков этих ракет, или если там артиллерийский обстрел, каким-то дальнобойными орудиями, Харькова, пригорода Харькова, вот Салтовка северная, села, которые находятся приграничные, и поражать эти локации. Рано или поздно российские военные, они отработают систему. Вот понравится какая-то, не знаю, полянка, с которой проще стрелять, потому что там какой-то овражек, там пенечек удобно посидеть. Рано или поздно будет система, я думаю, что технически можно выявить эти места пуска, но, к сожалению, это время, это люди, это разрушенный город, то есть Харьков некуда прекраснейший город, столько денег было в него вложено, а он уже превратился в разрушенный. Кстати, вот по поводу разрушений, вот есть город Белгород, меня сегодня просто невероятно потешило видео, записанное, ну, сделанное, белгородцами, как они говорят, город разделился на до и после, каким он был цветущим, каким он был красивым и каким он стал после украинских обстрелов. Вот честно, слезы радости просто мешали читать эту новость и досмотреть до конца видео. Хочется спросить, а что же произошло? Что же стало причиной, почему город так вдруг внезапно упал? Да, нет слов. Иван, да просто как-то не хочется сейчас тут морализаторствовать, не к вам сейчас, но не ждали, называется, не ждали, но нужно понимать, что зло, а вы поддерживаете, я сейчас обращаюсь ко многим, кто нас смотрит Российской Федерации, из тех, кто, а вы поддерживаете это зло, ну и зло возвращается. Есть такая свойственность, да? Есть такая свойственность, это не философия, нет, это просто, ну это природа, это такая природа, поэтому, ну вот так вот, и тоже, вот географическое расположение города, вот такая вот история, да, как говорили в Кремле, мы даже еще не начинали, ну, ребят, вот так вот, так бывает тоже. Не надо было начинать эту войну, и чем чаще, вот уже скоро действительно вторая годовщина, и так и хочется говорить, не надо было начинать эту войну, все. Вы, те, кто нас смотрит, особенно если вы смотрите в Белгороде, там, кстати, сейчас и эвакуация будет проходить, и каникулы школьные, и там детей будут вывозить. Почему? Это один из сегодняшних наших эфиров. Иван, вам огромная всегда благодарность за конструктив и мудрость. Иван Ступак, военный аналитик, сотрудник службы безопасности Украины с 2004 по 2015 годы, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.